здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая я фартуки в платке я собираюсь печь луковые лепешки но это попозже чуть-чуть я пришла с магазина купила сыр купила у меня закончилось яйцо молоко и в общем все вот это то что мне нужно было купила зеленый чай правда в пакетике я сейчас поставлю чайник но луковые лепешки у меня будут в следующем ролике я уже сколько раз говорила что у меня не кулинарный канал что мы только за то чтобы поболтать но где-то что то приготовить поделиться рецептом я сейчас заварю чай и я вам обещала рассказать одну историю надо наверно дождаться пока вскипит иначе будет мешать шипение все друзья мои я заварила чай заварила зеленый сделал немножечко послабше у меня есть вот такая шоколадка сейчас посмотрю я на вкусовые ощущения помните я выжаловалась какие у меня вкусовые ощущения до на шоколад и на все сейчас попробую этот шоколад и буду вам рассказывать историю немного вступления для тех кто на моем канале только-только например да появился и хочет посмотреть что у меня за жизнь какая жизнь у меня была нельзя сюда как кролик села жаль что вы не видите это вообще может быть кто-то скажет у нее была такая жизнь насыщенная да была насыщенная жизнь потому что кто смотрел мои видео да кто знает как я жила я обменяла квартиру как я жила как я работала как у меня вот появилась жилье больше чем вот оно было когда-то там все это я рассказывала потом какой у меня был муж и что я пережила в общем да и вообще время тогда было совсем другое сейчас наверное люди больше общаются на работе до или в интернете общаются очень мало кто куда-то ходит конечно и в театре и везде мы тоже с колей ходим но и время было тогда другое этот случай наверное произошел может быть года двадцать три-двадцать два назад как-то да мне еще самой не было тогда 30 лет и вспомните какое это было время а еще заговорила я про интернет мы очень мало знали информации потому что слово интернет было для нас вообще недоступно тогда телефонов мобильных тогда еще не было у нас по крайней мере не было я уж не знаю там я помню какие-то были трубки вот здесь вот так открывались закрывались это их показывали в зарубежных фильмах в общем мы были вообще темный лес мы узнавали информацию по телевизору тем немногочисленным программам и почему этот ролик я вам сказала что будем говорить там магия колдовство привороты об этом конечно же все знали несмотря что на то что не было интернета это испокон веков такое есть но тут немножко тема то знаете чего другая мы жили в то время когда нас очень мало занимали очень страшные случаи происходящие в жизни например какие-то маньяки там еще кто-то да людоеды и все такое у нас больше занимала жизнь как выжить ну и вообще но мы были молодые мы были без голов и вообще ничего не боялись но я например вот я в то время я ничего не боялась мне вообще было я единственная боялась не лезь по мне не подходи даже я боялась только то что я не смогу своих детей прокормить там или работы лишиться когда у меня вот на то время как раз была еще работа и со мной так я тогда работала я как раз я работала продавцом и общаешься с людьми магазинчик был тогда по моему частный я познакомилась с одной девушкой через тоже через общих знакомых и как-то в мой дом я не скажу что очень много народу приходил но приходили девчонки с которыми я общалась потом у меня уже появились такие вот подруги которые вот до сих пор мне подруги да и в общем все было и эта девчонка она влюбилась в одного мужчину она влюбилась мужчину мужчина был старше и и он был женат и у него по моему даже дети были и как раз было то время когда у нас росла коммерция рос вот этот вот продажа леса и например магазинчики какие-то открывались и конечно же у нас мужики поднявшись они почему-то думали что они могут еще и любовницу иметь там и гулять а девчонки глупые молодые они конечно на это клевали надеюсь что дальнейшем они у них сложатся что-то в семейной жизни надеюсь что мужик уйдет от своей бабы и в общем то не будем залезать в эти дебри она пришла ко мне и говорит слушай но она все время мне про него говорила 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 а я на то время уже вот пережила вот эти вот измены и сама хлебнула на то время я уже как бы немножко несмотря на то что мне еще почти тридцатник был я уже была такая более опытная но я ее я никогда не осуждала девочек которые там как я могу осудить да у каждого своя жизнь кто его знает как у тебя жизнь повернется то есть она мне она со мной делилась я и конечно же говорила что даже не думаю он к тебе не придет ни за что это очень редко такое бывает когда уходят от жен они все говорят что же он такие плохие и надоели а потом еще жены у них выражают и в общем-то ты так и останешься ищи себе нормального парня но она была просто и минут не то чтобы одержима ну не выкинуть изгнуть влюбилась девка не выкинуть из головы приходит однажды ко мне и говорит слушай мне говорит надо сходить говорит погадать не надо погадать мне расскажут мою судьбу и мне расскажут какие дальше будут отношения с эти мужчины друзья окошко закрою охлебну немножечко вот и я говорю нос сходи погадай говорю сходи конечно она мне сказала говорит пойдем сходим со мной я одна боюсь ну да как смысле говорю чего бояться придешь тебе там погадают навешивают тебе может лапши на уши гадали раньше тут друг дружке ходили гадали да все этих на на простых картах она говорит пойдем со мной пойдем пожалуйста пожалуйста ну хорошо говорю если говорю у меня вот с детьми вот кто-то там посидит ну там может к свекрови у меня дети пойдут там да или муж будет у меня дома я по-моему тогда да я еще жила тогда с бывшим мужем в одной квартире заметьте я не замечу в одной квартире мы еще тогда жили но уже как бы но это ладно и его чем я говорю ладно я с тобой схожу договориться мы заранее можно было там потом она но я и назначила день грю приходи вот тогда ты тогда то я смогу она пришла и мы с ней собрались идти идти надо было далеко надо было идти в другой конец города нам сказали улицу нам сказали как звать гадалку звали ее василиса и в общем то мы шли нам на бумажке написан адрес мы шли искали эту улицу и приходим мы там же тоже в каргополе понимаете дома такие там многоэтажек нет там двухэтажки каменные в основном свои дома в основном деревянные дома района вот с деревянными домами ну почти такими же как у нас и тут мы приходим в такой вы понимаете не то чтобы он район а там вот вот несколько вот бараки 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 вот и какие-то дворы такие знаете не не ухоженные и вот нам куда надо было идти там стояла такое строение то ли свой дом там был старый я уже не помню ну по-моему нет там не дом барачного типа да именно свой старый старый такой домишко приходим он действительно такой старый как у настоящей гадалки да у которой должна вот выйти такая может быть как в нашем представлении была женщина то может быть и старуха смотрим какая-то в общем калитка такая забор такой потемневший давным-давно сделаны и штакетника где-то погнуты там какой-то сарай там какой-то то ли туалет то ли еще чего-то и в общем не знаем как войти видно что домик такой в общем ну такой райончик не ухоженный где-то там еще были какие-то свои дома поновее но почему туда пришли мы калитке подходим не знаем как зайти что то его знает может собака но вроде собаки никакой нету пока стояли выходит к нам выходит к нам мужчина худенький невысокий одетый в каких-то может штанах какая-то на нем то ли жилетка была то ли курточка в час я столько лет прошло не могу я вспомнить я помню что всегда этот мужчина так потом одевался последствии да какая-то рубашка выходит не молодой не старый по лицу когда он подошел к нам вообще не понять какой у него возраст но мне показалось где-то может лет тридцать с небольшим потому что ну не вот понимаете по лицу вообще не поймешь не поймешь даже вот какой возраст ростом маленькие роста чуть-чуть даже поменьше меня у меня 166 рост подходит и говорит а вам кого голос у него такой приятный мы говорим а нам говорим василису нам сказали что вот сюда можно прийти а вам зачем василиса что погадать ну мы общительные мы говорим что нам погадать надо можно ли ее увидеть или договориться о времени проходите я выдока где говорю это василиса то он улыбнулся говорит это я мы вообще стоим такие василиса меня говорит зовут вася зовут меня вася а те кто со мной общался я иногда так представляюсь василиса гадалка ну мы ни к чему мы ни к чему это сейчас можно что-то там додумать до подумать ну василиса и василиса заходим ну в доме как конечно старенькие старое крылечко какой-то там значит предбанечек очень темный как мы называем да там дальше не знаю что там даже не посмотрели мы друзья извините муженек у меня звонит сейчас колюшка позвонил не удержалась откусила пригласил у нас за стол впустил у него такая кухонка небольшая все вроде такое приличное занавесочки такие ну естественно все раньше тоже так вот жили там шкаф 1 до навесной тоже вот шкаф который стоит вот у меня например вот не было гарнитура да или были вот у кого-то вот эти советские еще гарнитуры все но все жили просто ну и тут вот это вот бедность которой жил этот человек да и она тоже не бросалась в глаза но просто видно было ну совсем все старенькое старый какой-то вот буфет стоит там посуда у него все предлагает нам чай и в другой комнате у него кто-то есть мы спросили кто там другой комнате вышел из другой комнаты очень красивый молодой человек очень красивый прямо лицо прямо бросилась глаза повыше и такое но вот вообще красивый и он сказал что это мой племянник и он сейчас уходит но мы сказали что нам надо поговорить вам горе сейчас уходит племянник ушел и вот эта девушка с которой я пришла она значит сказала вот так и так объяснила ситуацию он достал карты погадал мне предложили чаю я даже чайку попила все было в такой дружелюбной обстановке что он ей тогда сказал он ей сказал что я говорит не могу сказать если твое упорство будет упорство если ты пойдешь на хитрые уловки то конечно же ты его получишь ты получишь но жизни у тебя не будет в общем как то так надо говорить еще сделать на рунах у него были руны но он говорит но сегодня говорит я вот тебе погадал там еще что-то погадал предложил погадать мне но я не надо говорю мне потом мы попросили его погадать на рунах он говорит руны будут следующий раз она ему заплатила деньги видимо она уже знала сколько ему заплатить потому что он взял я не помню сколько и значит он заплатить до заплатили он и как-то настроение поднял может быть она что-то из этого гадания вот помню что что-то было немного было позитива в картах ну пошли мы потом домой у нее конечно он с языка не сходит там был не назначен какой-то другой день что приходи если ты хочешь мы вот еще на рунах она попросила его что-то приворожить или еще что-то насчет этого я с ней разговаривать не стала я вообще никогда не верила них привороты него что это потом уже может быть с годами я уже много слышала об этом много историй про порчу и про все это да тогда я в это не верила в общем она хотела его приворожить и он сказал что посмотрим посмотрим очень был доброжелательный но мы его не могли звать василиса мы думали что будем его обижать моим вася и вася называемого так и он говорит можно даже и на ты в общем очень простой как три копейки на следующий раз когда была назначена бы я не знаю я с тобой пойду или нет она говорит ну пожалуйста пойдем это где-то было неделю может через две мы пошли снова была осень и такая погода была мрачная мы сходили но не оказалось его дома и когда мы шли обратно он нам встретился и лет пойдем 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 я бы нет время уже поздно если ты хочешь я вот девочки это и дурец и горит и хочет иди бы я не пойду он ей горит пойдем горит не бойся я ведь они съем она говорит нет горит я вот с ириной муж вместе так что вместе в общем не получилось у нас в этот раз зайти у него было какое-то разочарование может ему деньги были нужны или а он попросил говорит принесите мне бутылку водки на следующий раз бутылку водки денег говорит мне не надо и что-то поесть но он был не пьющий он ведь я не пьющий не подумайте где тут просто мне вот водка нужно и потом мы к нему уже собрались было туда осень мы уже собрались наверное уже то ли первый снег вышел то ли чего потому что мне было некогда тогда идти то ли я работала но мы снова пошли и нам уже двери открыл вот этот молодой человек красивый он нам двери открывает нас спускает и тут же уходит поздоровался все культурно очень вы знаете как с прошлого века какой-то такой одет он даже он даже не вписывал за своим внешним видом от в этот вот старый дом вот такое чувство как будто приходил какой-то вот я не знаю там евгений онегин наверное да чуть ли не с тростью и в общем вообще такой не могу даже вот представьте себе мужчину с ртутье молодого мужчину и такого вот знаете как вот эти шляпы то носили такие высокие вот такие высокие как коробки блин забыла мы уже на языке в общем на рунах раскидывал он ей на рунах сказал что дамы мы приворожим это можно будет сделать хотя это опасно дать я делаю это очень очень редко последствия будут но ей было все равно ей было все равно там хоть что делали лишь бы вот он был мой потому что у них как-то отношения в общем он ему когда было удобно он тогда с ней встречался это понятно во первых он занимается у него лес у него дела у него машина там на москву ходит да во вторых у него жена и все такое конечно мне немного времени уделял вот и она она ждет она молодая девочка она ждет чего и там было то наверное она была помладше меня и на год 22 было всего вот так вот в общем посидели и надо было ей на следующий раз уже прийти вот этим приворотом заниматься говорит ты приходи приходите вдвоем я говорит не стесняюсь мы прямо при тебе говорит будем это делать раз уж ты в курсе приходи но я горит буду вот я вам назначаю определенный день вот именно в этот день вы должны прийти вот там как-то вот как говорится как звезды должны сойтись в этот день вы должны тут появиться на следующий раз я сказала говорить тигров такую дали это вообще бы но я так не хочу но просто носил нет да девчонку я все она на насти ее звали бы настигну не хочу горю я идти ему честное слово я попрошу у меня брат двоюродный я попрошу он горит нас отвезет сама на кстати была не местная брат вот был местный каргопольский он горит нас отвезет и потом и заберет и подождет поехали пожалуйста ой ну поехали и вы знаете мы приезжаем уже это было ближе к вечеру нам надо было надо назначено было ближе к вечеру уже темное времени суток темнело где-то наверно уже часа в четыре уже были сумерки да уже такая поздняя была осень вот мы приходим молодой человек там этот был он не уходил участвую девчонки сегодня что-то не получается сегодня будет но никак если мы сегодня сделаем это не сбудется у них тут накрыть значит стол у них стоит бутылочка водки греть сегодня говорит такое событие которое надо вот отметить и вы как раз вот в тему тут пришли мы благодарны нет говорю ну чего нам некогда все но ну хотя бы говорит но давайте сядем там чайку все равно говорит посидели бы то время когда вот я бы этим делом занимался в воду ты свечки были приготовлены критик все приготовил тут и свечи и все говорит только вот случилось такое что не получится Ну, все равно, говорит, наверное, час бы вы тут посидели Садитесь, давайте, садитесь А мы говорим, а мы не одни Настя, говорит, у меня, говорит, вот там брат, говорит, ждет Он, говорит, он сейчас будет стучаться И, мол, что, а как? Ну, видно было, конечно, что по лицам, что они не особо хотят, чтобы тут брат сидел Они так переглянулись Ну, говорит, ну, ладно, пусть заходит, пусть заходит Зашел у нее брат Он так огляделся все кругом, так посмотрел Звали его Саша Так посмотрел Подходит ко мне, говорит, слушай, поехали отсюда Прямо сейчас А тихонечко так сказала, перестань давай Я говорю, мы уже сколько раз тут были, говорю, что ты Он говорит, нехорошее место Говорит, нехорошее место Кстати, я говорю, что туалет у них был не в самой избе Надо было выйти И он где-то, то ли он на улице был Я уж не могу вспомнить Но как-то надо было выходить из дома То ли была, то ли пристройка какая-то была Не могу сейчас вспомнить Это я вам вот заранее Я говорю, ну, давай посидим немножечко Потому что, говорю, Настя все равно Еще сюда придет И, в общем-то, мы уже здесь бывали Ну, мы сели за стол Тут, значит, у него закусочка Все, мы тут, я говорю, так может нам в магазин съездить Может что-то к столу Тут не-не-не, у нас все есть Все есть, все есть Смотрю уже, значит, он тут по стопочкам наливает Я говорю, я одно больше я не буду Потому что время, время поджимает Все, только чисто вот дань уважения Мы сидим, разговариваем Какие-то тут, значит, темы Этот молодой человек Такой он обходительный Он так смеется Весь такой культурный Вася тут шутит Значит, познакомился Вот с Сашей, который с нами приехал И Саша, когда выпил первую стопку Ему что-то не понравилось Но он сдержан Он такой был нормальный такой мужик-то Я знала его, он каргопольский Он потом только Я говорю, слушай, говорю Что-то, говорю, не хочу Мне так, говорю Водка не понравилась Говорю, больше мне не наливайте Говорю, ну что-то вот Вот не то в ней Вот что-то не то прям Ну, не пошла она А раньше тоже была водка всякая, да Водки-то было, я не знаю Наименование, может, два Тогда, на то время Не было такого разнообразия Вот, а мы тут сидели Вот я тут сижу Саша сидит Тут, значит, этот молодой человек Столик, конечно, не такой маленький Тут побольше Тут он какую-то и музыку включил Ну, в общем, нормально Сидим, сидим Не то, чтобы там Набухаться, да Вот чисто вот Мне Саша-то шепнул Говорит, водку больше не пейте Водка паленая Говорит, даже не паленая Говорит, а что-то, говорит, не то Мне, говорит, не понравилось вообще А он тоже Толк-то знал водочки Те еще уговаривают Выпейте, 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 выпейте И мне после этой первой стопочки Стало что-то не по себе Друзья мои, они стучатся Соседка приходила Ну и вот Саша, кстати, водки выпил немножко Он говорит, мне тем более Больше нельзя Он говорит, я, говорит, за рулем Говорит, не дай бог Гаишники остановят Говорит, стопку-то ладно Ну вот так, друзья мои Уж что делать-то Уж рассказываю, как есть Вот И я говорю, Вася, говорю Мне надо сходить в туалет Говорит, где туалет? Он говорит, а вот там вот выйдешь Вот туда-туда-туда пойдешь И, в общем-то Саша говорит, пойдем Говорит, я с тобой выйду Настя сказал, ты сиди Ну там разговаривают Они все разговаривают О приворотах такая тема Пошла, в общем, о картах Такая тема Он говорит, мне надо выйти с тобой Я, говорит, тебя посторожу Говорит, темно на улице-то Уже темно Мы выходим И он мне говорит Собирайся, говорит, и едем отсюда Быстро Я говорю, да что случилось-то Все нормально Говорю, мы сидим-то Говорю, может быть Ну я не знаю Но минут, может, двадцать пять Он говорит Быстро отсюда Говорит, плохой этот дом Плохой Я говорю, да что ты себе внушаешь Говорю, мы сколько раз тут были Он говорит, собираемся И уходим И вот, друзья мои Я захожу в туалет Ну, не то, что тут подробности рассказывать Вы знаете Вот я захожу в эту темноту Да, там темно Так в этой сарайке Это надо было там спичками Что-то Думаю, что он не сказал Где у него свет включается Я эти спички взяла тут Чиркаю, чиркаю Ничего не могу понять Где у него выключатель И вы знаете У меня такое ощущение У меня вот было такое Как будто Резко такое На меня Как будто Вот так вот На меня волчья морда Ну, понимаете Вот так Вот таким вот моментом Я аж Меня аж передернуло Но я не пьяная Я выпила Всего стопочку водки Это Такое обычно бывает Когда там не стопочка Да Там уже, я не знаю Бутылочка А тут И мне нехорошо Я чувствую, что у меня жар Все Ну, я Я понимаю, что у меня Либо какое-то отравление Либо мне сейчас будет Еще хуже Я чувствую, что у меня Все в ушах гудит Ну, что я сделаю Я сделала, естественно То, что и надо было сделать Два пальца в рот И чтобы мне было легче Пришла, умылась Говорю, Настя, собирайся Вы, мне что-то нехорошо И мы пошли Мы видели, конечно Что Молодой Я поймала Взгляд молодого человека Я вам скажу Взгляд был Несравнимо С его внешностью С его общением Таким вот Вежливым И таким Почти светским Вы знаете, да Ну, светским Сложно назвать Да, в таких вот Как говорится Ситуациях В таких вот Ну, как наша компания В общем-то У него был Очень злой взгляд Настолько он был Вот Я даже не могу Передать Я даже не могу Передать Я тогда сказала Что Я больше сюда Не ногой Когда мы вышли Настю вообще Развезло Она выпила Две стопочки Ее мутит Ей плохо Такого просто Быть не должно Да Такого быть не должно Ни за что Не пойду Ни за что Вот А потом Через какое-то время Я уж и не помню Как она успокоилась Ли нет Звала она меня Или нет Но я ей сказала То, что мне тогда Привиделось Может мы себе Надумали Может быть Это Кто его знает Саша Нам тут внушил Но он Потом уже Когда через какое-то время Он сказал Вы, говорит Не понимаете Вы, говорит Просто многого Не знаете Вы знаете Что они могли бы С вами сделать Что, говорю Они могли бы С нами сделать Ну что Посмотри на него Ну этот молодой человек Там Красивый Настя там На него даже не смотрела Говорит А кто его знает Убили бы Да и все И сварили бы Говорит Вас там мыло Ну вот так вот Да И Да Сейчас может быть Вспоминая Вот этот Случай Да Я Но к нему же Ходили люди Да К нему же ходили Женщины Гадали И все такое Ходили Но это не было У него Как на потоке Да Там Вы знали Но это было Как бы Было велено Не распространять Там эту информацию Да Что он этим занимается Он и милиции Боялся И все Ну Конечно страшно Потом я его увидела Я его увидела Около нашего дома Он был Это другой конец города И он проходил Говорит Ой привет Говорит Вы так и не пришли Я вас так ждал Ведь так же нехорошо И он общался Так спокойно Хорошо Что у меня Вот эта вот ситуация Совершенно Не то чтобы Вылетела она из головы Она не вылетела А как-то Я Ну наверное Мы себе надумали Да Ну возможно Действительно Они купили Этой паленой водки Как-то у меня В мыслях даже Не приходило То что он мог Там что-то нам Подсыпать И для чего Он мог это сделать Зачем Ведь мы бы очнулись Там да Мы могли бы заявить На него Что могло бы произойти Непонятно Не знаю И вы знаете Он ко мне Наверное Через какое-то время Раздает стук в дверь И он ко мне приходит Я когда открыла дверь Говорю Вася Говорит Ты как меня вообще Нашел Говорит Да ты говорит Сама сказала В этом доме живешь Я вот у соседей спросила Где живет Ира И вы знаете Я была очень неприятно Конечно удивлена Я вообще такой человек Был такой радушный Да Заходите Да мы ничего тогда Не боялись Но вот он пришел Я угостила его чаем Он спросил про Настю Он сказал Давай приходите У него были с собой карты Он мне погадал Мне рассказывал что-то Вы знаете Многое сбылось То что он мне тогда сказал Может быть это и совпадение Но Потом он пришел В следующий раз И мне пришлось уже Он был очень навязчивый Очень навязчивый А у меня были дети И я очень боялась Он конечно к ним тут И давай знакомиться И все Я говорю Вася Я говорю Ты извини Но у меня муж Будет ругаться Не ходи У меня такой муж Что И в общем-то Я его отвадила Отвадила Он больше не был А почему Вы знаете Меня вообще Сподвигло Даже это Рассказать вам Эту историю Я очень люблю Смотреть Каневского Всегда смотрю И Есть еще Передача Наподобие Тоже Расследование Какое-то Да А Когда набираешь Это раньше Можно в ютуб Все что угодно Забить И все что угодно Покажут Сейчас нет Видимо Из-за санкций Может быть Да Какие-то видео Убираются И выпадают Еще другие видео И мне значит Выпал фильм Про Про какого-то То есть История Сибирского Маньяка Или Я вот потом Посмотрю Не запомнила я Как называется Но там Суть в том Что Там Людоед Может был Людоед Молодой мужчина Может Ну сколько ему было Может 25-26 Ему по виду было Да И он Работал Наравне Ну вернее В паре Со своей мамашей Которая Заманивала девочек Прикидывалась Старухой немощной И заманивала Девчонок на квартиру И когда вот А я включила Мне это интересно И я не досмотрела Там От того Что я видела Уже просто Подкатывала Такая тошнота И я понимала Что это Мне надолго В память врежется И я дальше Не стала смотреть Но очень жаль Что я посмотрела Начало Вот тоже Вот этот ужас Который там показали Настя Она Она забыла Этого мужчину Он раз Не приехал Два У них один раз Отношение Выяснение отношений Было второй раз Выяснение отношений Он потом связался С другой девушкой И начал катать На машине На машине Другую девушку И она поплакала Поплакала И успокоилась В общем то Вот такая вот история Друзья мои Да Вот такое случилось Может быть даже И продолжим потом Историю эту У нас есть еще Продолжение истории Про Ольгу Про ее Про ребенка И ее мужа И это тоже история Скоро будет продолжение В общем то Я расскажу вам Кому интересно Оставайтесь А сейчас я Съем все таки Шоколадку Еще раз выпечаю И буду печь Луковые лепешки И вас приглашаю С собой Все Всем пока